Приветствую вас, Михаил. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. В первую очередь мне хочется сказать, что куда-то вы немножко не туда в своих рассуждениях двинулись. Да, то есть, по сути, ваш вопрос, что сейчас делать, любила ли она меня, это вопросы, которые вы кидаете, по сути, в пустоту, к сожалению. Потому что, что сейчас делать решаете вы, можете решить только вы. Любила ли вас ваша жена, ну, опять же, знает только она наверняка и в какой-то степени вы. Сейчас вообще это как бы не главное. Сейчас речь идёт о том, что у вас с ней было два момента, когда вы расставались, разошлись. То есть, вот, первый момент, когда прожили восемь лет, потом развелись, двенадцать лет вы жили в разводе, да? Вот, и, собственно, что-то произошло. То есть, вот, что-то случилось, что вы расстались, что вы развели, вас что-то не устраивало, двенадцать лет вы жили в разводе, вот, вы говорите про её жизнь, про то, что она делала, но ничего не говорите про свою. Судя по тому, что я вижу, можно сделать вывод, что как-то вот своей этой жизнью, своим путём вы не пошли. То есть, не построили семью, да, то есть, не стали жить дальше, вот. А наоборот, как будто бы ждали её всё это время. Но, в таком случае, если вы её ждали всё это время, возникает вопрос, почему же тогда, как в таком случае стало возможным то, что, когда вы стали жить вместе, вы опять подссорились. И вы ушли. Но, при этом, вы думаете о ней постоянно. Задаете вопросом, любила ли она вас. Хотя она жила в руки мужчины, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот, как-то мне кажется, Михаил, вам нужно в себе разобраться и увидеть, что, чего же вы хотите, что, что же вам вообще нужно, да. Потому что, когда вы развелись, сейчас вы опять разошлись, что-то вас не устраивает, что-то вас беспокоит. Что-то вам не нравится. Причём, говоря вам, я имею в виду вас обоих, что-то вам не нравится. И, на мой взгляд, ну, вот в этом направлении нужно потихонечку двигаться. Вы исследовать себя, изучить себя, разобраться, чтобы дальше уже поймёте, что делать по отношению к жене. Вот, вы говорите, что у вас душевая пустота, я могу вас понять. Опять же, это связано, скорее всего, с тем, что, ну, по сути, ничего интересного у вас в жизни, кроме, кроме семьи, нет. То есть, чем, чем вы занимаетесь, да, вот, кроме, ну, кроме, ну, кроме семьи, вот, кроме, что вас интересует, кроме жены и детей, вот. Вследствие чего у вас возникает вот эта пустота в душу. Вот вы говорите, что вы постоянно думаете о жене, да, думаете о ней и думаете, любил ли она вас. Чем вас это волнует? Почему вас это беспокоит? Какое вам, какое значение сейчас для вас имеет тот факт, любил ли она вас или нет? Понятное дело, что мы не знаем, как вам сейчас поступить, хотя бы потому, что мы не знаем, из-за чего вы развелись, когда прожили 8 лет, из-за чего вы поссорились, тоже не знаем. Не знаю, чем было бы условно то, что вы ушли, не очень понятно, где вы столько времени ее ждали и так далее. Хотя при этом говорите, что она изменилась и стала не похожа, ну, не похожа на себя. Вот. То есть вот это все нужно разобрать, Михаил, это все нужно поисследовать. Чтобы у вас появилась некая вот такая вот четкая достаточно позиция, четкая. Ясно, понятно, для себя. Чтобы вы могли, чтобы вы могли ее, вот эту вот позицию свою, чтобы вы могли ее продвигать, вы могли ее защищать. Вот. Чтобы она не включала в себя вот столь сильную зависимость, да, от вашей, допустим, жены и ребенка. Вот. То есть этот вопрос, да, вот как эмоционально у вас отображается то, что вы все время думаете про супругу. Вот. При условии, что вы с ней ссоритесь, и при условии, что вы ее, ну, не принимаете. Вот. Ну, полностью. Такой. 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 Какая она есть. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я желаю всего самого доброго и удачи.